МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это знакомство было совершенно случайным и неожиданным. В одном московском доме в Староконюшеном переулке в далеком уже 1945 году. В то голодное студенческое время я, иногородний, чувствовал себя в столице бесприютно, и мне, признаться, было не до учебы. За творческую неуспеваемость меня собирались исключить из института кинематографии. В те дни я пришел за посылочкой от родителей к приятелю отца, фельдшеру Маркову, сопровождавшему тогда пассажирские поезда. Узнав о моих злоключениях, Марков задумался. «Знаешь, кажется, я смогу тебе помочь. Тут у меня сосед, хороший человек, по-моему, заканчивал твой институт. Он вышел и привел высоченного красавца-майора, морского пехотинца». Здороваясь, тот не очень внятно произнес свою фамилию. Расспросив меня, что да как, моряк сказал, что хорошо знает декана нашего факультета, Юнаковского, и поговорит с ним, во что я, признаться, не очень поверил. Но свое обещание моряк сдержал. Меня не выгнали из института. С учебой все пошло на лад, и я закончил сценарный факультет. До сих пор не понимаю, почему его тронула беда совсем незнакомого ему 17-летнего парня. Молодость легкомысленно, и к стыду своему я не сразу пришел поблагодарить человека, без участия которого никогда бы не остался в кинематографе. Марков встретил меня хмуро и шепотом сообщил, что соседа его арестовали. Только тогда я узнал имя своего спасителя, оказалось, что это писатель Леонид Соловьев, автор моей любимой с детства книги о Хадже на Среддине. Леонид Соловьев Леонид Соловьев За ним пришли глубокой ночью. Предъявили ордер на арест, проклятый номер которого он запомнил на всю жизнь. 28-47. В присутствии понятых дворников был составлен протокол обыска у гражданина Соловьева, Леонида Васильевича, русского, 1906 года рождения, изъяты рукописи, записные книжки, а также орден Отечественной войны первой степени, медаль за оборону Севастополя и медаль за победу над фашистской Германией. Оружие не обнаружено. Начались бесконечные, изматывающие допросы. Долго изучали его анкетные данные. Родился за границей, в Триполи. А как семья там оказалась? Да так уж получилось. Родители учителя выполняли на Ближнем Востоке просветительскую миссию русского палестинского общества. Преподавали в русско-арабских школах, специально там созданных, ведь среди арабского населения было немало православных христиан. Отец Соловьева являлся к тому же помощником инспектора этих миссионерских училищ. Здесь, в Триполи, в тогдашней Сирии, а ныне Ливане, и появился на свет Леонид. А уже в три года отправился с семьей в Россию. Отец получил место инспектора народных училищ Бугурусланского уезда, что в Самарской губернии. В 1920 году вихри гражданской войны сорвали семью Соловьева с насиженного места. Голод погнал их на юг, в Среднюю Азию, которая тогда казалась беженцем из России землей обетованной. Говорили, что здесь сытно. Допросы продолжались. У следователя возникли новые подозрения. Уж не собиралась ли семья Соловьева удрать от советской власти, драпануть за границу? Ведь рядом Персия, Афганистан, восточные языки родителям знакомы? Нет, вроде застряли в Коканде. Музыка. 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 Восточный базар, его изобилие, его краски, его многолюдья ошеломил мальчугана Леню. Он никогда не забудет. Чад, харчевин, пеструю сутолку, весь этот гомон, шутки, смех, толкотню. В детстве все дается легко, и скоро он станет понимать эти незнакомые восточные языки. Ведь сюда съезжались с товаром торговцы из многих стран Азии. Цепкая память мальчугана собирала, копила все эти пестрые картины, шутки-прибаутки, песнопения дервишей, мудрые изречения седобородых аксакалов. Разве мог он предположить тогда, что это копилка живой памяти, потом так ему пригодится, выльется на странице его книг? Семья Соловьевых жила в Коканде трудно. Учительская зарплата отца была нищенской, спасал огород, на котором трудился и подросток Леня. В 16 лет, бросив железнодорожный техникум, он решил начать самостоятельную жизнь и отправился по Ферганской долине в поисках заработка. Бродя от кишлака к кишлаку, от поселка к поселку, Леонид не гнушался никакой работой, помогал в хозяйстве земледельцам и ремесленникам, рисовал вывески для купеческих лавок, давал уроки русского языка в ФЗО, заведовал клубом и одно время даже сражался с басмачами в отряде Чона. Вскоре он почувствовал, что уеденное пережитое просится на бумагу. Начав с небольших заметок в районных газетах в 17 лет Леонид стал уже разъездным корреспондентом Ташкентской республиканской газеты «Правда Востока». Его неудержимо потянуло к литературе, стал писать рассказы, и один из них рискнул отправить в Ленинград на конкурс журнала «Мир приключений». Рассказ назывался «На сырдарьинском берегу». Великая река, кормилица бесчисленных поколений, вырвавшись из тесных ущельей в долину, смиряла здесь бешеный напор своих желтых клокочущих вод, и уходжента шла уже плавно, неспешно, даруя жизнь растениям, животным, людям, усыпляя по ночам детей тихим журчанием струй, подмывающих глинистый берег. Неожиданно для себя Соловьев получил за свой рассказ вторую премию на конкурсе и решил, что пора ехать учиться литературному ремеслу в Москву. В 1930 году он поступил на литературно-сценарный факультет Государственного Института кинематографии. Случайно он выбрал кино или осознанно? Кто знает. Выпуск был ускоренным, и уже через два года Соловьев получил диплом киносценариста. Оттянуло его в прозу. Еще в ГИКе он познакомился с девушкой с актерского отделения Тамарой Седых. Увлекся ею. Они поженились. Брак этот продолжался 14 лет, но счастье им, увы, не принес. Хотя Леонид очень любил жену и упрекал в семейном разладе себя свой неуживчивый характер, была, однако, и другая причина разрыва. Леонид не избежал исконно русского порока, чрезмерных возлияний. Но эта беда придет позже. Уже первые публикации Соловьева привлекли внимание признанного наставника литературной молодежи Горького. Он отмечал его особый авторский почерк. Больше других Горькому нравился рассказ «Последняя Паранжа», где чувствовалось глубокое знание узбекского быта национальных традиций. Алексей Максимович несколько раз беседовал с Соловьевым, который рабел перед классиком и стеснялся задавать ему вопросы. Впрочем, Леонид извлек из этих встреч ряд важных для себя уроков. На этих снимках Леонида Соловьева нет. Может, из-за его стеснительности или из-за того, что вообще не любил фотографироваться, часто оставаясь за кадром. «Писатели», говорил он, «это Пушкин, толстой, горький, я же только литератор». Однако он был уже автором нескольких книг, повести «Новый дом», романа «Высокое давление» сборника рассказов. Успешно входя в молодую советскую литературу 30-х годов, Соловьев чувствовал творческую неудовлетворенность. «Именно горький» обратил его внимание на то, что ему гораздо больше удаются вещи, связанные с лично им пережитым, прочувствованным, со среднеазиатским материалом. «Прошлое жило в нем постоянно, он помнил все. Высокие минореты с узорными изразцовыми шапками, на которых утром и вечером горит огненный блеск зари, древние священные карагачи с чернеющими на них огромными гнездами аистов». Он помнил мудрость народных сказок и преданий одним из героев, которых неизменно оказывался легендарный Хаджан Асреддин. «Вечный странник и правдолюб, заступник обездоленных, неуловимый и неунывающий, находящий выход из самых отчаянных положений, он вошел в фольклор многих стран Востока, и каждая из них считала Асреддина своим сказочным героем». Но в представлении Соловьева, глубокого знатока восточного фольклора, знавшего все легенды, все притчи, все анекдоты об этом острословии, Хаджан Асреддин был совершенно земной, совершенно реальный персонаж. Соловьев еще не сознавал, что, размышляя о нем, он уже задумал самую главную книгу своей жизни, что нашел в литературе свою золотую жизнь. И скоро устами самого Асреддина так представят читателям своего героя. «Я самый обычный человек на этой земле, и не хочу быть никем иным, ни шейхом, ни дервишем, ни чудотворцем». Перед самой войной книга на середине выйдет в свет и сразу завоюет сердца читателей, но 41-й год не даст автору возможности написать ее продолжение. «Возмутитель спокойствия». А знаете, Соловьев, вы-то и есть возмутитель спокойствия, только куда опаснее, чем ваш герой. Мало того, что вы повсюду вели антисоветские разговоры, вы осмелились клеветать на самого товарища Сталина, который привел наш народ к победе. Вот вы пишете в своей книге, что за голову на середину власти обещали большую награду, а он смеясь говорил, не продать ли мне самому свою собственную голову? Что ж, вы тоже можете продать свою голову, если она, конечно, останется у вас на плечах. 25 лет строгого режима вас устроят, гражданин Соловьев? Много месяцев проходили эти допросы на Лубянке, прежде чем он узнал, что было главным обвинением против него. Но кто донес его слова о Сталине? Ведь их мог знать только один человек, его друг, с которым они вместе писали сценарий по книге о Насреддине. Еще шла война, когда повесть Леонида Соловьева перекочевала на экран. Ей увлекся старейший мастер отечественного кино Яков Протазанов. Он начал снимать фильм о похождениях Насреддина на Ташкентской студии в трудных условиях эвакуации. Сценарий создавался спешно. Леонид Соловьев только что пришел в себя после тяжелой контузии на фронте и предложил своему другу Виктору Витковичу экранизировать повесть вдвоем. Как они потом были счастливы, что фильм получился. А вот фиола кругла, как эмирская голова, но эмир никого не напоит вовек, а это напоило пять тысяч человек. Казалось, эта роль была просто создана для Льва Свердлина. неподражаемого актера восточной внешности, сыгравшего перед этим даже японского офицера в фильме братьев Васильевых «Волочаевские дни», полковника Усижима. От Свердлинского на середину исходил тот заряд юмора, бодрости, оптимизма, который был так нужен зрителям в годы войны. Откуда ты прибыл? Зачем? Я приехал из Дамаска. О, пресветлый господин, в пухаре живут мои родственники. Значит, ты едешь к родственникам и плати гостевую после. Но я еду к родственникам не в гости, а еду по важному делу. Ах, по делу! Ты едешь в гости и по делу! Плати гостевую пошлину и деловую пошлину. Но плати! Плати, плати, плати! И пожалствуй что-нибудь ещё на украшение мечеть его слава Аллаха, который сохранил тебя в пути от разбойников. Благословить тебя! Стой! 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 А кто будет платить после за твоего Ишака? Да. Что за тебя? Если ты едешь в гости к родственникам, значит, Ишак твой тоже едет в гости к родственникам. Плати. Верно, верно. Он мудрый начальник. У моего Ишака в Бухаре действительно очень много родственников. Да. Иначе мир давно полетел бы с трона. А ты за свою жадность попал по накалу. Стой! 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 Идиоты у меня попадёшь! Я тебя! Вскоре на Мосфильме был снят художественный фильм и по другой повести Леонида Соловьёва. Иван Никулин «Русский матрос», написанный по горячим следам трагических событий 1942 года. Это баллада о героизме и самопожертвовании моряков-черноморцев, одним из которых был и писатель. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ставил этот фильм талантливейший режиссёр Игорь Савченко, чьи ранние фильмы «Гармонь», «Дума про казака Галоту» и «Богдан Хмельницкий» стали киноклассикой. Но он не уловил эпический, былинный склад повести Соловьева. И, увы, картина получилась натужной, а местами просто плакатной. Автор повести был глубоко разочарован. Слишком сильны и трагичны были его переживания, связанные с Севастополем. Прибыв туда как военный корреспондент Черноморской газеты «Красный флот», Соловьев отправлял свои очерки в газету прямо с передовой, под аккомпанемент рвущихся снарядов и пулеметный огонь. А когда в критические дни обороны города стало остро не хватать командиров, майор Соловьев сам стал в строй, возглавил отряд морских десантников. Тяжело контуженного в одном из боев его с трудом вывезли из Севастополя на Большую землю. В те дни он видел многое, и невероятную нечеловеческую стойкость защитников города, и трусость, предательство больших командиров, готовность умереть одних и попытки сбежать других. И так как всегда был прямодушен и честен, то открыто говорил об этом. Наверное, еще в войну или сразу после нее его высказывания были взяты кем-то на заметку. И в конечном счете привели его на Лубянку. Шел десятый месяц ареста. Соловьев ждал решения своей участи. Годы спустя, уже после освобождения, требуя полной реабилитации, он в своем письме в генпрокуратуру поведает о том, что происходило с ним на Лубянке. В течение всего следствия мне не было дано ни одной очной ставки, ни с одним из свидетелей, давших на меня показания. А следователь Рублев неутомимо добивался, чтобы я, как он образом выражался, шел впереди следствия. То есть заранее, априори, не зная характера показаний свидетелей, признавал их правоту, занимался бы, по сути, самооговором. Насколько я понимаю, самым тяжелым было обвинение, касавшееся одной моей фразы. Сталин ни с кем не поделится славой великого полководца и победителя в Отечественной войне, а потому постарается отодвинуть в тень маршалов Жукова и Рокоссовского. При Берии и Абакумове такое мнение считалось кошмарным преступлением. И этот пункт дорого обошелся мне. Почему я все же подписал все эти лживые протоколы? Следователь Рублев говорил мне, отсюда на свободу не выходят, но от вашей характеристики зависит и срок наказания, и в какой определят лагерь. Есть такие лагеря, из которых никто не возвращается. На суд не надейтесь. Дело ваше пропустим через особое совещание. Без вас, конечно, заочно вам могут дать и 25, и 15, и 10 лет. Так что подписывайте. Мне дали 10. Мысленно он следовал заповеди Хаджина Среддина, своего героя, своего альтер-эго. Пусть в пути ослабнут, подогнутся ноги. Он должен ползти на коленях, не сдаваться. Сколько людей умерло преждевременно только потому, что они недостаточно хотели жить. Он гнал мрак из своей души. И даже в арестантском вагоне, глядя сквозь зарешеченные оконцы в ночное небо, радовался разгорающимся на нем звездам. Познай свою веру, и тогда тьма станет для тебя светом, путаница ясностью, бессмыслица соразмерностью. Отныне его адрес Мордовская АССР, станция Потьма, почтовый ящик ЛК-241, дробь 13. Но писать можно редко. Дуброфлаг – одно из самых жестких подразделений ГУЛАГа. Не успела насмотреться, как выяснилось, что для него это вовсе не конечный пункт этапа. Соловьева собирались отправить еще дальше, на Колыму, откуда, как обещал следователь Рублев, живыми не возвращаются. И тогда он решил идти ва-банк. Соловьев отправил заявление начальнику Дуброфлага, просил оставить его в Потьме, обещая в таком случае написать в лагере продолжение своей книги о Хаджене Среддине. Расчет был на то, что генерал или кто-то из его подчиненных могли быть читателями возмутителя спокойствия, ведь книга была популярна. И проявив некую благосклонность, могли уважить его просьбу. И расчет оправдался. Соловьева оставили в Дуброфлаге и даже разрешили после дневных работ на лесозаготовке оставаться на ночь одному дежурным по лагерной баньке. То есть разрешения писать книгу ему не дали, но и не запретили. Обычная перестраховка начальства. Здесь, на севере, он скучал по жаркому солнцу Бухары и солнцу своей юности. Оно, как добрый, щедрый бог, равноизливающий на всех милость, и все в мире, благодарно ликуя, раскрывает навстречу ему свою красоту. Так писал он в своей повести. И еще вспоминался ему, как тепло принимали фильмы на середине повсюду, и в больших городах, и в маленьких поселках. Как взрывался зал аплодисментами, когда речь шла о чем-то созвучном мыслям и чувствам зрителей, о произволе сильных мира сего, о несправедливости, царящей в мире. Ты мир, омудреннейший измудренный. Омудренней мудростью мудростью мудростью. Кузнец же Юсуп осмелился проявить неблагодарность. Войдя в осуждение этого, Эмир постановится изволил. Кузнецу Юсупу, дабы внушить ему слова покаяния, даровать двести плетей. Ну вот, кузнец и дождался справедливого и многомилостивого суда нашего мудрого эмира. Лукавый мудрец Хаджана Средин утверждал, наипервейшая обязанность придворного состоит в каждодневном упражнении спинного хребта, дабы последний приобрел необходимую гибкость, без чего придворный не может достойным образом выразить свою преданность и благоговение. А еще Насредин говорил, дворцовая казна всегда была бы полна, если бы ввести много новых податей, например, подать на слезы. А подать на слезы вызывала бы новые слезы, а новые слезы – новую подать, и так без конца. Вот необъятная мудрость. А все-таки мы с тобой в лучшем положении. Если придется падать, не расширемся. А тому, кто свалится с насилок, ох, не миновать синякот. В лагерь до писателя доходили удивительные вести. Похождения на Средина продолжали идти во многих кинотеатрах по всей стране. Книгу его снова и снова переиздавали. Неужели забыли, что автор ее осужден как враг советской власти? Или желание государства заработать на его произведениях было более сильным искушением? Все эти язвительные каламбуры, едкие остроты на Средина, рассыпанные по книге, били не в бровь, а в глаз. И не могли не вызывать у читателей опасных аллюзий. Неужели это могло укрыться от бдительного ока цензуры? Но лукавый автор, отослав своего героя в далекие времена феодализма, как бы клеймил пороки проклятого прошлого. Поди придерись. Устами своего героя Леонид Соловьев говорил От холода, ветра, дождя люди защищаются стенами, от жестокой правды различными выдумками. Защищайся, путник, защищайся, ибо правда жизни страшна. От этой страшной правды его спасала в лагере работа над второй частью его сокровенной книги. Облачившись халат усердия и вооружившись посохом терпения, мы открываем еще одну страницу жизни Хаджина Средина и говорим вслед за мудрейшим Ибн Туфелем, да послужит эта история по учениям тому, кто имеет сердце или кто внимает и видит. Изредка родные получали весточку от Леонида. Дорогие мои, не спешите оплакивать меня. Мой Хаджан и Средин говорил «За холодной зимой наступает лето. В трудную минуту жизни я обнаружу в себе некий стальной стержень. Это дает мне основание верить, что не сломаюсь. Важно сохранить себя духовно. Что касается моих нужд, то их много и мало. Пришлите немного табачку, можно и махорку. Главное, бумаги пищи побольше. Перьев, карандашей, лампу семилинейную с запасным стеклом и еще немного жиров, крупы, сахара. Деньги должны быть в Управлении авторских прав, в ОАПе, ведь мой приговор не предусматривает конфискации имущества. Следовательно, все ранее заработанное принадлежит мне». Близкие писателя бережно хранили его письма из лагеря. Это летопись самых горьких лет его жизни. Со всеми перепадами настроений зэка Соловьева. «Очень тяжкая обязанность жить на земле, где все клянутся и уверяют, что хотят помочь друг другу, но помогают лишь умирать. О будущем моем писать нечего. Тот же туман где-то в глубине души. Я фаталист. И нынче могу сказать о себе, как у Лермонтова, судьбе, как турок, как татарин, за все и равно. Если сможете, пришлите кирзовые сапоги на резине, самые большие, с учетом портянок, да кружку. Продолжаю работать урывками. Новая книга о Хадже, по-моему, получается лучше, чем предыдущие мои писания». Около четырех лет бессонными ночами в суровых условиях лагерной жизни Соловьев продолжал работать над второй частью книги о Насреддине, с горькой иронией дав ей название «Очарованный принц». Но тут его любимый герой Насреддин попал в новые передряги, ибо все написанное Соловьевым в потьме сгинуло. Находясь в заключении в Дуброфлаге, я, сведомо МГБ, написал роман «Очарованный принц», являющийся второй книгой вышедшего ранее моего романа «Возмутитель спокойствия» о Хадже Насреддине. Рукопись, объемом 735 страниц, была мной направлена в конце октября 1950 года начальнику управления Дуброфлага генерал-лейтенанту Сергеенко для ознакомления. При личной встрече со мной он не сделал никаких замечаний, поскольку ничего антисоветского в книге нет. Книги мои издавались массовыми тиражами в СССР и широко переводятся за границей во Франции, Англии, Италии, Швеции, Финляндии, Югославии, Венгрии, Польши, Иране, Турции, Китае. Прошу рассмотреть вопрос о возвращении мне этой рукописи или хотя бы копии. Интересно, что заявление зэка Соловьева направлено им генералу Сергеенко, а ссылка в нем на того же Сергеенко. Но, конечно, не только этот генерал, но еще много разных начальников наверняка читали рукопись романа, прежде чем она была возвращена автору, лишь три года спустя. можно себе представить, что за это время пережил писатель. Ведь это все равно, что потерять ребенка в муках рожденного. Вернули рукопись автору только когда перестали всего бояться, после смерти Сталина, когда пришел конец в той зловещей эпохи. Кажется, наконец, появился просвет в моей судьбе. Очень меня заинтересовало письмо Фадеева к Зине относительно моей судьбы. Он человек влиятельный. Может, что и сделает. Вот бы дал Господь. Однако освобождение пришло лишь через год. Слишком много дел пересматривалось тогда в генпрокуратуре. Миллионы гулаговцев возвращались домой. В Москве Леонид Соловьев появился лишь в июле 1954 года. Через 8 лет после ареста. Дома его, однако, ждало новое тяжкое испытание. Тамара не пустила даже на порог квартиры. Она и письма мужа из лагеря отсылала назад нераспечатанной. Любовь обернулась ненавистью. И хотя он всегда сознавал свою вину перед ней, боль, которую ей причинял после войны своими нередкими запоями, такой жестокости после всего пережитого не ожидал. Он никогда не оправится от этого удара и будет тайком посвящать стихи той своей Тамаре. В Москве он не очень хотел видеть собратьев по литературному цеху, но куда деваться бездомному? В клубе писателя повстречал Юрия Олешу. Тот оставил такое свидетельство. 13 июля встретил вернувшегося из лагеря Леонида Соловьева. Высокий, старый, потерял зубы, но одет прилично. Это, говорит, купил человек, который ему обязан. О жизни там сказал, что ему не было плохо. Не потому, что был поставлен в какие-то особые условия, а потому, что внутри себя, как он выразился, не был в ссылке. Что оставалось ему, внезапно ставшему бомжем, как не покинуть негостеприимную столицу? На прощание кутнул в писательском ресторане со старым товарищем Мишей Светловым, нанес официальный визит Фадееву, поблагодарил его, но сердечного разговора не получилось. На другой день он уже был в Ленинграде. Отношения с сестрой Зиной, у которой он поселился, сразу же не заладились. Квартирка была маленькой, тесной, да и сказались многие годы разлуки. Она плохо понимала его. Он ее. Вскоре он встретил в Питере женщину, круг интересов которой во многом совпадал с его собственным. Мария Кудымовская была преподавателем литературы, человеком начитанным, хорошо разбиравшимся в искусстве, но главное, понявший метущуюся душу Соловьева. В апреле 1955 года они поженились, и Соловьев переехал к Марии. Ленинград, к счастью, отнесся к опальному писателю с деятельным участием и особенно поддержал его один из руководителей местной писательской организации, поэт Михаил Дудин, тоже фронтовик. Он ускорил восстановление Соловьева в Союзе писателей, способствовал выпуску в лен-издате старой и новой повести Леонида Соловьева о Хаджане Среддине. И сразу пошел поток благодарных, восторженных писем в издательство. Писателя Леонида Соловьева открывало новое поколение читателей, которым сразу полюбился его герой, неунывающий, Хаджана Среддин. Критики сходились в одном. Это удивительно своеобразная, мудрая и оптимистичная книга, рожденная любовью к Востоку, к простым людям. «Будет спокоен ваш сон, пусть никогда не нависают над вами черные крылья беды. Насредь дын прощается с вами. Надолго ли? Я не знаю и сам». Своим стремлением творить добро, никогда не забывать об униженных и оскорбленных, автор явно продолжал лучшие традиции классической русской литературы. И Соловьевский, Хаджана Среддин продолжал свои странствия по свету, и многочисленные поклонники книги теперь проявляли особый интерес к личности ее автора. Ведь о нем почти нигде ничего не сообщалось. Очевидно, еще долго давала о себе знать черная метка Лубянки. Да и сам Леонид Соловьев не очень любил распространяться о себе. Он не был публичным человеком. Никогда больше не появится он в своей любимой Средней Азии. Он боялся, что его воспоминания об этих дорогих ему местах не совпадут с тем, что он там увидит. На закате жизни Соловьев пробовал написать книгу о юности, о своей юности, но исповеди не получилось. Захлестнула неудержимая Соловьевская фантазия. Даже сестра его говорила, что в этой вещи слишком много вымысла. Он ведь был по натуре поэт, сказитель, выдумщик, а не бытописатель. Литературные гонорары иссякли, надо было на что-то жить, и в ту пору его привлек к работе Ленфильм. Леонид Васильевич вернулся к сценарной профессии, которой когда-то учился в ГИКе, но экранизировать стал уже чужие книги. Видимо, его угнетало понимание того, что творческий запал иссякает, и что лучше насредина он уже ничего не напишет. Восемь лагерных лет не прошли даром для его здоровья. После перенесенного в Питере инсульта половина тела была парализована. Жизнь шла к закату. Жизнь, принесшая ему столько творческих радостей и столько горьких испытаний, подарившая ему очень мало друзей, но много завистников и врагов. Он многое простил людям, причинившим ему зло. Теперь он думал о вечном. Все, все проходит. Затихает пестрый кипучий базар нашей жизни. Одна за другой закрываются лавки мелких суетных желаний. Пустеют ряды страстей, площади надежд и ярмарки устремлений. Становится тихо и просторным. А с неба льется грустный закатный свет. Близится вечер. Время подсчета прибыли и убытков. В 1960 году в Ленинграде в Доме кино я оказался на премьере фильма Алексея Баталова «Шинель». В вестибюле ко мне подошел мой старый товарищ режиссер Венгеров с незнакомым мужчиной. Вот, сказал Венгеров, познакомьтесь, это автор сценария сегодняшней картины. Это он отважился экранизировать Гоголя, Леонид Васильевич Соловьев. Я обомлел. Невозможно было узнать в этом старом человеке того статного красавца-моряка, которого я увидел за 15 лет до этого в Москве в Староконюшеном переулке. Того, кто помог мне навсегда остаться в кино. Леонид Васильевич, конечно, уже не помнил ни меня, ни своего рыцарского поступка, отмахнулся от слов моей запоздалой благодарности. Видимо, как и спутник всей его жизни Хаджана Среддин, он считал, что делать добро вещь естественная и вполне обычная. Через два года его не стало. Этим нашим скромным фильмом я возвращаю свой неоплатный долг удивительному писателю и человеку Леониду Васильевичу Соловьеву. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин